Люди говорят, что к новым условиям жизни приспосабливаются, но признают, что это довольно сложно. Деньги сейчас главная проблема. В кризисных ситуациях возникают непредвиденные расходы, и потому нужно быть готовым ко всему. Граждане Молдовы при этом признают, что стали расходовать семейный бюджет гораздо более рационально. Между тем, у социологов есть объяснение и тому, что почти каждый третий житель нашей страны отрицает существование вируса. Они говорят, что это своеобразная форма защиты от того, чего те боятся больше всего. После долгих недель изоляции многие мечтают вернуться в прежние времена жизни до пандемии, когда не было ограничений. Тем не менее, многие из них проявляют сознательность и соблюдают правила. Но есть и те, кому сложнее мириться с новыми реалиями, например, с ношением той же маски. Жизнь изменилась, конечно, чувствуется ограничение. Мы вот всего второй раз в парк вышли погулять с детьми, осмелились, потому что смотрю, что все ходят, как бы во дворе уже скучно. Я еще в декрете, но уже скоро должна выходить на работу, а так, конечно, здоровье, прежде всего. Переживаем за здоровье всех членов семьи. Второе место, ну, чтобы деньги были, потому что, как бы, и на здоровье деньги нужны. Мне нужно стоять больше дома, и это было гораздо сложнее, чтобы получать материалы от университета. Я стараюсь, чтобы претензать больше времени, который я получил с друзьями. Я понимал, как хорошо это будет, чтобы университет, чтобы учиться. Мне очень нравится профессор. Я лично никак не могу привыкнуть к носке. То есть для меня это проблема. Постоянно, когда я заход в магазин или в аптеку, я каждый раз должна покупать. Но я не могу я к этому привыкнуть. Мне кажется, что у меня были изменены, которые у меня были более стремлены. У меня были более эгоисты. По мне, ну, часть финансов, а часть educativa, который меня даранет, потому что не имеет никакой карты, которую я у меня пока не имею. Я не могу работать в доме, но я пока не могу, что я не могу привыкнуть к моему, что я принесу. Люди говорят, что и раньше тратили деньги вполне рационально, однако сейчас другие priorитеты. Мне нравится provocарьи. И в момент, я понимаю, что мне нужно использовать резервы, или, не знаю, начать, чтобы я распространял деньги в несколько этапов, да? Что это нужно, что не нужно. Я всегда их рационально стараюсь тратить, но, конечно, не 쫓им, но это самое необходимое. Проекты, квартиры, считают детства, дети, потому что они растут и вырастают из-за тех, что это это priorитет. Люди действительно малые бизнесы не выживают. Люди остаются без работы. Конечно, финансовая сторона из этого и страдает. Более рационально смотришь на вещи теперь. Я ищу финансову, у проблема, потому что вынители и они очень маленькие. Челтуиелы и очень маленькие. Для меня, как паринта, для птица, очень много времени, для меня, для меня очень много времени. Что касается источника информации о коронавирусе, одни выбирают внешние источники, другие местные СМИ. Отрицание опасности психологи объясняют феноменом самообмана. Что касается обеспокоенности человечества, вызванной пандемией, эксперты говорят, что финансовая безопасность стоит на первом месте как способ продемонстрировать заботу о семье. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова